я включила запись и теперь думаю а без микрофона мы справимся наверное нет так я думаю что с микрофона будет гораздо лучше потерялась у меня это поролончик этот который на микрофон надевается котики утащили не знаю даже где искать уже давно случилось всем привет сегодня у нас воскресенье я хочу отснять итоговое видео по прошедшему мы на моем канале на прошедшей неделе совместному так условно совместному проекту про надеть я начинала это все дело чисто для себя в первую очередь а потому что мне нужно было себя немножко раскачать до после довольно странных последних месяцев с огромным количеством больничных и непонятных дел вот и я на самом деле ни разу не пожалела хоть не все проекты были мне нужны и скажем так самые ненужные не сейчас проект занял больше всего времени у меня данное вязание ушло реально больше всего времени на него я все равно очень довольна потому что получила массу эмоции о которых я уже успела забыть во первых это была очень яркая неделя стартов пряжу я чисто интуитивно выбирала какую-то очень яркую красивую насыщенную и во вторых проекты все были для меня приятные все вязала все все на этой неделе я взялась большим кайфом сейчас я уже сижу одета на старте я записываю видео и сразу же ухожу отправлять заказ на потому что самый первый мой проект который я начинала в рамках недели стартов то есть понедельник был зайчик на заказ давайте мы на секунду отвлечемся потому что у меня когда начинаю спешить у меня начинается сумбур в голове в общем если вам интересно посмотреть ролики на такую же тему других блогеров то вы можете пройти по хэштегам да которая в инфобоксе под каждом видео оставляла всю неделю девочки такие же хэштеги должны были оставлять под своими видео кто участвовал кто хотел да естественно тот оставлял и можно по хэштегу перейти вот допустим сегодня итоги и видео с такими же хэштегами появится только завтра к сожалению так работает youtube здесь они причем в общем я постараюсь эту всю неделю сложить неделю стартов сложить в отдельные плейлист да если вы вдруг не смотрели но мне кажется что все равно когда уже не в моменте смотришь что итоговое видео оно всегда самое интересное если посмотрел уже итоговое видео то идти смотреть отдельные дни ну наверное уже не так интересно или если допустим просто смотреть не чего-то тогда еще ладно в общем я оставлю сегодня в инфобоксе во первых плейлист ссылку на плейлист где будут собраны все дни недели стартов плюс сегодняшнее видео с итогами во вторых я вам напомню что еще действует скидка на описание зайки с плюшки которые вообще буду показывать да тоже оставляю сегодня вам отдельную ссылку чтобы вы могли перейти и приобрести описании если вас этот зайчик описание этого зайчика заинтересует значит скидка действует до завтрашнего утра но я продлю скидку до вторника до конца дня да то есть еще сегодня понедельник и вторник можно будет приобрести я это делаю потому что сегодня выйдет видео и я надеюсь что еще хотя бы день-два его будут смотреть поэтому вот если вы вдруг хотите то скорее бегите пока еще скидка действует так описание стоит 560 рублей на скидке сейчас 350 российских рублей если с бусте не дружите пишите мне на электронную почту рассказываю как можно оплатить описание без бусти я отекшая пришла весна и если честно я думала что меня как в прошлом году пронесет но не пронесло я оставила свой любимый поленос и я на таблеточках уже и утром чуть открываю глазки если честно поэтому такая странная форма у меня лица не вот сама на себя смотрю думаю ну вот приплыли так давайте теперь вернемся к моим продвижением в неделе стартов я буду рассказывать о процессах своих по мере того как я их начинала на этой неделе в понедельник я начинала вязать зайку с плюшку как раз таки да из пряжи янар дольче такого мятного цвета именно сейчас я именно его я сейчас понесу отправлять на заказчице да потому что хочу сегодня с этим разобраться зайка получился очень красиво мне очень нравится и скажу же знаете я вчера это прямо вслух озвучила что нужно было связать 9 зайцев это 10 получается юбилейный надо было связать 9 зайцев чтобы на десятом зайце мордочку оформлять уже без стресса как это было с первыми зайцами то есть реально каждый день каждый раз очень сильно переживаю не знаю зачем я знаю что я делаю да я знаю куда вставлять глаза это все прописано в описании как вы вышивать носик куда потянуть как утяжку сделать это тоже все есть мастер-классе там очень много фотографий кстати их каждый раз зачем-то переживаю я ловлю себе на мысли что зачем то есть что что не так почему вдруг и это какой-то вот не знаю то ли привычка такая плохая то ли что лишний раз вот себя накручивать что а вдруг что-то не получится вот хоть раз из девяти раз что-то не получилось нет почему на 10 раз обязательно не получится не знаю в общем я словила себя вчера на мысли что я именно этому зайчику мордочку вышивала совершенно спокойно уже с таким знанием дела и меня это очень обрадовало потому что на самом деле для меня в предыдущих всех о зайчиках это было самое сложное да не сборка а именно вот это все оформить вышить глазки там реснички носик симпатичный получился зачем да я его закончила конечно же же его собираюсь управлять вот вот такой зайка с плюшка у меня получился он у меня с цветными глазками такие тени да на нас падают цветными глазками зеленые глазки ему поставила мне очень он нравится там у него сзади хвостик вот вот такой симпатяшка получился сейчас я его упакую и он поедет в гости в гости на пмж какие гости очень довольна янар дольче номер цвета к сожалению я на память не помню этикетки я вчера все по выбрасывал а у меня тут бардак я вывалила все со всех полок пряжу на пол и она у меня лежит наверно добрая неделя если что просто потому что у меня нет физически время на то чтобы навести порядке здесь я смотрю каждый раз думаю сегодня вечером сегодня вечером честное слово уже устала вот поэтому остальное естественно еще больше раздражает и все этикеточки выбрасывала в общем он классный до ушло у меня получается чуть меньше чем четыре матка к сожалению я его взвесить не могу всего того просто что он наполнен и да здесь есть наполнитель внутри голова плотная набитого тут лапки набитые здесь немножко набита не до конца в теле есть немножко наполнитель да да чтобы он не был совсем плоский только один раз меня просили вообще не наполнять тело но потом все равно передумали вот короче очень не нравится вот такой симпатяш получился сегодня поедет домой вот это первое первый мой старт и это готовая работа естественно я сегодня с большой гордостью буду записывать блокнот все готовые работы которые у меня случились на этой неделе так вторым моим стартом была банная шапка которая то ли нет все три лежат вот это значит банная шапка уже это получится 3 банная шапка да и она у меня полностью готова на себя примерять не хочу потому что во первых у меня за дегуля это будет смотреться странно на мне натянется во вторых ну не совсем это конечно мой стиль значит эти шапочки я вижу из пряжей на джинс я начала вчера снимать мастер-класс я думаю что сегодня не сегодня так завтра его полностью закончу она чуть-чуть отличается от предыдущих тем что вот здесь я увеличила секцию вот эту неонового желтого цвета и естественно здесь немножко другие цвета я использовала вот короче вот такая прикольная шапка получилось вчера я и плела косы то есть я сначала все вижу потом стираю прячу кончики и заплетаю косы и и вчера я немножко подрезать две ниточки видите вылезла ниже уровня и вчера я наконец-то определилась окончательно с длиной вот этих ниточек которые нужно нарезать чтобы заплести косы шапочки до чтобы не расходовать лишнюю пряжу до чтобы в мастер-классе сказать вам конкретно нарезку вот этих сколько нитей да и какой длины чтобы вы не расходовали лишнюю пряжу подрежу сейчас вот тоже на самом деле хотелось сегодня отправить но возникли некоторые моменты очень приятная поэтому шапочка поедет уже тогда на следующей неделе и на следующих выходных на эту шапку я планирую выпустить на будущей неделе подробный видео мастер-класс он будет на бусте по подписке платной вот такая она прикольная вообще и у меня все тут вот шапки они все на месте лежат я еще буду вязать и кстати если вы себе такую хотите вы можете мне написать я вам с удовольствием свяжу для вас или для вашей второй половинки потому что ну у меня кажется все таки баня это немножко более мужская тема хотя могу ошибаться эти какие они классные яркие вообще просто вводи все классные кайфуши так эти эти шапочки мне благополучно разрешили оставить у себя те которые были две первые для того чтобы я могла снять видео готовых работах так это был старт номер два и это готовая работа естественно я тоже с радостью запишу блокнот с готовыми работами в третий день я начинала носки да если я ничего не путаю это были носки из остатков пряжи у меня есть вот там на полочке внизу такая высокая корзина она кстати действительно как будто бы так ну понятно она круглая такая форме скажем так высокого ведра и там лежат конечно же клубки и конечно когда это клубок в круглой корзине это все занимает очень много места пространство пустого много остается и когда ты достаешь там два-три кубка побольше из корзины становится как будто бы действительно видно заметно меньше значит я использовала три вида пряжи и одну пряжу использовала два цвета у меня получается были остатки оранжевого артисана оранжевого артисана лица супер борщ артисан это самые свежие скажем так запасы и потому что это пряжа мне приходила если ничего не путаю летом да и я вязала на подарок чисто лицевую гладью оранжевые носки этих носков у меня нет я их сразу же подарила буквально там довязала постирала и на случай не отдала вот потом я использовала остатки молочной молочные сливочные каждый раз столько слов этому цвету посвящаю тоже супер борщ артисан потом у меня лежала очень давно клубочек остаток сама пряжа давно лежала эту посылку я получала в подарок из германии когда только-только родила максима хорошо помню что мы выписались из роддома и несколько по моему с неделю жили у свитрови и она мне эту посылку получала я приехала из роддома и распаковывала посылку с этой пряжей и там было три матка носочной пряжи одного и того же артикула это была пряжа давайте я вам ставлю вот тут этикетку потому что на самом деле я эту пряжу у нас никогда не видела в продаже когда-то очень 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 давно еще когда про youtube я даже не знала ничего это пряжа была в наличии на нетбай да есть такой сайт магазин я там периодически заказывала пряжу там был самый большой ассортимент и довольно низкие цены на самом деле но сайт сам такой знаете работает слава богу не гламурные как в принципе и все что у меня на канале видимо поэтому я там любила заказывать значит там этот производитель был может быть если сегодня зайти посмотреть он там и есть но вот эти эта пряжа она для меня совершенно ну вот знаете как совсем незнакомая у меня еще есть один моток вот там у меня носочная пряжа полочка и и кстати не потрошила потому что не так давно перебирала там есть еще такой бледно-оранжевый моток да или может типа охра что-то такое значит бежевые наверное еще остатки есть и вот наконец-то вот этот зеленый темная практически полностью связала и также у меня лежала в остатках пряжа опал и каким-то волшебным образом носки запала начинала я до когда-то носки такие еще еще мы жили фанепале еще мы жили в своем доме а мы уже в этой квартире живем два года завтра будет два года как я получила ключи от вот этой арендной квартиры 8 апреля как сейчас помню вот и какое-то время мы же жили на другой квартире то есть ну где-то года три назад я вязала это пряжи и и я даже и вообще даже не думала что у меня есть этикетка но я вчера перебирала ящик что-то искала спички мне нужны были я нашла этикетку эту пряжу это обалдеть это просто смысле как она очутилась я не знаю но это слушайте не это не от нее все потому что здесь другой цвет пряжа такая же потому что мне потом подписчица дарила эту пряжу в другом цвете вот это 9934 такой темно изумрудный цвет а вот то что у меня сейчас в носках да я вам покажу там такой неоново-желтый я его покупала сама тоже там года четыре назад в магазине мимо филатов так и я решила создать crazy носки носок я знатно продвинула в рамках видео до самого начинала я с боже мне очень нравится я вам честно скажу ну кайф я бы поставила это на фото слушается мне очень нравится когда я вязала у меня была куча сомнений больше кто их будет носить ну как бы я конечно сношу но у меня куча носков и в запасах еще есть то есть которая конкретно для себя вязала но они еще вот лежат типа ждут своего часа тех же еще не сносились кто их будет носить но для них уже нашелся хозяин чему я очень-очень рада я так удивилась что понравилось вау какой клёвый носок получился слушайте поставьте лайк этому носку значит вот это оранжевый боже я не могу налюбоваться меня сейчас раз плющит но это же кайф нет артист артисан да вот это супер вошь по моему не артисан миша спорвет рот от улыбки вот это непосредственно вот этот опал на я не знаю что тут написано я немецкие вообще в школе ни разу не учила я очень близки вот так называется пряжа цвет если я не не забыла не перепутала 40 12 по моему потому что мне потом подписчица в инстаграме спрашивала но я посмотрела на меня филата этого цвета нет но там очень много разных красивых ярких цветов 100 грамм 425 метров ну то есть стандартная пряжа до плюс минус там 5 10 метров роли не играют из и состав да то есть все тут одинаковая вот и вот этот red red чего-то уже слова забыла вот этот конкретно зелененький да я это все дело выслушала на блокаторе тут эластичные довольно эластичный набор петель тоже и в визуальный влог которые выпущены следующей неделе я вставляла небольшой отрезок где я стирала эти носки и вот это зеленая пряжа к сожалению упустила краску и даже вот на этом носке только что же видела где в общем белые полосочки немножко покрасились так я потерялась вот значит когда я выпускала видео это была среда да я еще была на стадии вязания зеленой полоски там такие комментарии были ну всякие до типа страны странный носок ну да и чё и меня это как бы немножко разогнала думаю странные носки почему бы почему бы не сказать вот раз жизни странные носки чего там плохого думаю ну а чё они такие вот недостаточно странные а возьму-ка я второй носок и начну вязать наоборот и второй носок да вот есть конкретно видно я начала вязать наоборот зеленого потом неоновый и потом раньше вы слушайте мне очень нравится и я вам сейчас сразу покажу вот вот это место видите вы здесь полосочка белая она окрасилась в зеленый цвет как будто бы вот эта пряжа покрасилась но вода была зеленая прямо зеленая зеленая еще там в тазу где я на видео показываю она такая была салатовая но потом когда я начала носки уже в ванной выполаскивать там просто столько краски было это обалдеть и теперь смотрите какая пара мамочка как говорила моя учительница белорусского языка я скажу кому не нравится не слушайте закройте уши на ближайшие четыре секунды короче моя бывшая учительница белорусского языка и литература всегда говорила хорошая пара пердун и варвара вот я бы вообще мне очень нравится они такие клевые нет так не надо остановиться на чаще буду сидеть и любоваться носками короче они все они уже они уже нашли своего нового хозяина хозяина очень понравилось мне тоже я закончила еще одну работу до и связала остатки пряжи что у меня в этом году вот такая фотка мне нужно так не забыть вы в конце видео что я постоянно потом про превьюхи забываю значит что там горел остатки пряжи извязала очень довольна я не могу что у меня прямо остатки колбасит но меня знаете как когда ты собираешься в голове переезжать да ты уже представляешь масштабы этого бедствия в кавычках и понимаешь что это все лежит на твои плечи и я такая думаю ну вот я сейчас буду извязывать хотя будут и мелочевку у меня во первых не надо будет тратить деньги да на новую пряжу уменьшится объем этого всего я получу готовой работы и я раскачаю свою креативность на самом деле очень творческий человек мне нравится что-то выдумывать но вот в последнее время мне немножко как будто бы ресурса на это не остается то всего того что вот все равно домашние хлопоты и заботы занимают кучу 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 сил именно силу да не физических а эмоционально кайф кому еще нравится так все с вас по лайку на носки на мои шикарные носки и это получается третья готовая работа в рамках недели стартов то есть зовут первую неделю апреля ну чем не результат так потом в четвертый день я вязала погремушку я вязала ее с таймером засекала время и если вы вдруг успели забыть или не посмотрели счету видео то там у меня ушло на вязание всех деталей это самая простая погремушка то есть именно по количеству деталей ну и по сборке получается тоже да потому что детали немного которую я вообще когда-то вот вязала за мой пока еще небольшой опыт вязание погремушек там нет никаких бантиков дополнительных там не знаю допустим слоненка я вязала не так давно он посложнее то есть там и уши из двух деталей каждый состоит и бантик этот из двух деталей все это собери при шее это очень-очень на самом деле трудоемко затратно и на вязание всех деталей у меня ушел час пятьдесят три ну почти два часа и вот вчера я села собрать погремушку засекла время но у меня к сожалению силе часы я не заметила у меня последний раз когда я останавливала таймер было 243 и мне оставалось только юбочку зафиксировать я думаю что еще минут 10-15 на это можно накинуть то есть три часа на сборку два часа на вязание до 3 часа на сборку грубо говоря пять часов на вязание погремушечки погремушка у меня конечно же тоже готова вот туда пуся мне показалось что вот это кольцо оно толще чем все предыдущие которые у меня были странно потому что я вроде бы заказывал у того же поставщика он слышите но это действительно очень сложно вот это все ровно пришить я пришиваю я все проверяю во все знаете вот и так посмотришь и так посмотришь и так и так и кажется все ровно но у меня немножко разные глаза зрение я думаю что проблема всегда именно в этом в общем вот такой пупсик получился пока что в наличии его я могу как отдельно продать до для вашего малыша и для малыша ваших друзей но вообще я планирую сделать baby box и на на продажу то есть это будет погремушка пинеточки и чепчик может быть что-то потом появится еще или может быть будут несколько вариантов этих baby box of но я хочу это сделать я еще в прошлом году по моему мне эта идея приходила в голову но опять же не хватило мне немного времени именно поэтому воротничок у этого мишки красный я пока вязала думала что наверное это как-то перебор типа красный для ребенка а потом сама себе думала в чем проблема вообще и когда уже погремушку я собрала я поняла что нет здорово смотрится ярко да то есть есть такое акцентное пятно которое будет цеплять взгляд ребенка мне нужно купить глазки у меня заканчивается потому что я буду сто процентов вязать этих мишек еще у меня очень много вот этой светлой пряжи в остатках наполнитель есть две мелкие есть колечки есть поэтому вот если вдруг хотите тоже на подарок что-то типа baby box а пока который пока еще в работе у меня да то можете мне написать и выбрать какой-то конкретный цвет воротнички бывают разные погремушка в принципе тоже может быть любая другая то есть не обязательно мишка там и зайчики есть все что хотите есть вот так что четвертая готовая работа прелесть так и последняя готовая работа она связалась прямо в рамках самого видео это пинеточки из пряжи alize merino royal это единственное что не постирана кстати вы заметили во всех работах спрятанные кончики на минуточку это для меня это просто вау выше пилотаж я ненавижу прятать кончики еще понимаю с такую работу с собой проделываю каждый день просто девочка получается значит пинетки спрятая спряжены спряжены и связанные спряжами за мере народа у меня лежал в запасах последний моток номер 390 они такие крохотные хорошенькие я буду еще вязать 100 процентов и конечно чуть другой красный но сушь смотрится вместе я считаю неплохо да то есть сюда еще чепчик представили вы из такой же пряжи конечно же такого же света и это будет здоровский набор который можно готовый купить я сразу буду делать коробочку сразу буду красиво оформлять до чтобы этого прямо было готовый подарок можно сразу купить и отправить сразу на адрес получателя допустим да или купить и подарить нет не париться об упаковке вот чепчик надо все это доделать мне очень нравится в такие моменты иногда думаешь чем может еще одна воротить потом вспоминаешь последний раз нет нет тихо-тихо просто вяжи и получаю удовольствие слушайте я сняла видео и кайфанула сама я надеюсь что вы тоже кайфанули все неделя стартов прошла я безумно довольна результатами потому что я все пять стартов закончила понятное дело что не начинала ничего супер крупного да не свитера не кардиганы но это было бы странно да это было в неправдоподобно и теперь смотрите какая у меня было так как это мне все в две руки взять какая у меня была шикарная палитра на этой неделе естественно я получила массу удовольствия просто от своего хобби так и тогда пинетки почти не видно но мы помним что они там есть вот вот такая была неделя стартов вот такая неделя стартов мне нравится когда во первых все такое классное во вторых все готовы и вот и все успелось и я даже уже вчера успела снять видео с планами на вязание которое выйдет наверное во вторник но я очень надеюсь что вам будет интересно смотреть именно это видео все не забывайте что по хэштегам можно найти видео других девочек не не скажу пока что я помню на среде остановилась не успеваю вообще ничего я много вязала на неделе я даже instagram практически не вела что для меня ну как бы я стараюсь его ввести потому что у меня там статистика сразу падает я ее придерживаю да статистику опять же для тех же baby box of которые я там планирую продавать для описаний ну в общем пора заканчивать говорит машина которую завели под окном вот пишите комментарии буду очень рада почитать понравилась ли вам такая неделя стартов моя было интересно смотреть видео вообще вы смотрели эти старты или нет а на этом буду заканчивать увидимся с вами в новых роликах давно встреч всем пока пока хорошего настроения